приветствую вас друзья мои вот когда вы видите вот такие полоски на земле это не украшение это путь для тех людей которые не очень хорошо или вовсе не видят я сегодня на сибирской областной специальной библиотеки она для людей незрячих и слабовидящих здравствуйте я на мероприятии здесь сегодня видеть везде вот эти знаки это специальная тактильная плитка она помогает людям незрячим с помощью своих палочек или может даже не знаю ногами они ощущают как лучше проложить дорогу там где чтобы они понимали куда идти и вообще в общем мировая практика создавать такие дорожки вот по этим эти дорожки привели сегодня меня в эту библиотеку здесь сегодня что-то необычное здравствуйте если я правильно понял здесь сегодня встреча людей со слабым зрением скажем так незрячих с музыкальными инструментами они встречаются тоже не первая встреча сегодня люди необычные к необычным людям хоть необычные люди и посмотрим что и как это происходит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это очень традиционный, это громкий инструмент, и он был, прежде всего, наверное, признан для того, чтобы устрашать врагов. Потому что, представьте, Шотландия, дворы, ущелья, и вот начинает звучать несколько волынок, которые этим, вот, акустика естественная, разносится на километры, а то иногда и на десятки километров. И, соответственно, все слышат, что ой, здесь шотландцы, страшно, не бежать. И, соответственно, большая часть музыки, которая для волынки написана, придумана, она военная. Она связана с военной тематикой, с походами, с парадами. Вот сейчас в Великобритании традиционно, конечно же, всегда волынщиков присутствуют на всех королевских церемониях. Они играют в какие-то, как это называется, такие важные части дня у королевы. Например, королева просыпается, королева идет завтрак, эти, грубо говоря. Это все откручивается, как это сигнал. Какой-то смс-ка королеве. И сейчас мы вспомним прекрасный пример вот такого самого, наверное, традиционного шотландского марша, который в Шотландии является еще и национальным дуном. В отличие от других стран, в Шотландии свой гимн не поет. Обычная песня, которая играет повыше. Если есть шотландцы, не забудьте вставить. Мы сейчас чуть-чуть шотландцев. Сейчас к волынке присоединится малый барабан. Это традиционное сочетание волынки и барабана. Они дружат не только с шотландскими волынками, также в Испании, также в других странах Варвардии. А я потом еще в какой-то странных других разновидностей делаю. Ну вот сейчас шотландский марш. Дима, мне предложил встать, да? Я встану. Дима, мне предложил встать. Дима, мне предложил встать. Дима, мне предложил встать. Спасибо. Дима, мне предложил встать. Дима, мне предложил встать. Нет, не привычно. Нет, это нормально. Ну, вообще прекрасно. Ну, тогда продолжаем. Расковод в правовом письме. Я хотел предложить, мне кажется, наши гости уже достаточно заинтригованы. Может, чтобы в дальнейшем разговор об истории, об устройстве был более предметным. Мы перейдем постепенно к просмотру, чтобы вы выбрали то, о чем вы будете говорить, чтобы было понятно, что вы делаете. То есть, я так понимаю, что мы сейчас волонку сможем просто потрогать, ощутить, да? Да, да. Начинаем вот так. Нет, ну вы расскажите про устройство, чтобы вы уже представляли. Да, да, разговор, чтобы был предмет. Сейчас я тогда, наверное, как делаю? То есть, сейчас я просто пойму, наверное, сейчас в руках ощущается самая длинная труба. Она называется... Труба. Труба. Это труба. Да. Волонка, которая у меня в руках, она родом из Испании. Вот она... Дальше мы переходим, и у нас оказывается мешок. Это... Традиционно мешки на волонке делались из кожи. Но... Сейчас... Китайский. Сейчас у нас появился экологичный материал Гортекс, и мешки теперь шьются из ткани из искусства. Неутренки. И из мешка, в моем случае, получается раз, два, три. Трубы исходят. Вот. И здесь одна труба, через которую мы называем волонку. Вот она, по-русски. Она называется... Боупайс по-английски. По-русски. Кто-то как называется? Думала. Думала. Как? Думала. И всякое творчество поддувало. Да. Пожалуйста. И... Вот. Перед вами, как страшно, новичка, это мешок. Вот он. В моем случае, мешок покрыт еще сверху. Да. Вот эта вот длинная труба. Это корзон. Он большой выход. А еще этот корзон. В моем случае, нару. Вот она у нас рука. Два раза короче получается. А вот сейчас вам в руки попадает че-то. Это такая... Как позвонить я к вам, да. Вот. Давайте. Сейчас. Хорошо. У вас в руках бурдон. Это басовая труба, которая самая длинная. Не продать вам ничего. На ней украшение висит. Это просто кисть. Это бахрома. Это испанские традиционные украшения. Вот. Внутри бурдона стоит трость. У него нет больше никаких дополнительных отверстий. Он извлекает только один постоянный торм. Вот. Можно подстроить бурдон путем того, что чуть-чуть раздвинуть или задвинуть колено. То есть он меняется, да? Да. Он подстраивается, скажем. Он не сильно меняется. Для того, чтобы мне изменить ноту. То есть, например, сейчас меня настроили на ноту до. А чтобы мне сыграть рэм, мне нужно будет заменить трость. Заменить звукообразователь. И сегодня в концерте я буду перестраивать. Мы будем наблюдать как раз такой интимный процесс настройки волынки. Вы слышите? В данном случае у меня уже отстроенный чентр. И я просто под чентр послухну. А почему называют волынки? Волынка, волынки. 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 Испанское. Только называются они у нас подруги велик. Называются они у нас Гуда. Он встречается в Беларусиe. На юге России. На Украине. И Коза. Коза называют... Ну, почему Дуда, я думаю, понятно, что годит? Это такая... Коза на которой играется мелодия, вот это место его соединения с мешком украшалось головой козы и деревом, как правило делалось, на ней делались большие витиеваторы, загнутые рога, и на рога вешались какие-то колокольчики и бубенчики еще. Как я уже заикнулась, что волынки, они по следам кельтов в Европе остались, как они проходили, оставляя свои какие-то следы в Испании, в Чехии, в Богемии, в Германии есть кельтские тоже корни. В каждой стране есть своя волынка, например, в Германии идут эльзак. В Ирландии волынка называется Ильен Пайп. Она отличается конструктивно, она прям усовершенствованная, куда не надо быть. Воздух накачивается в мешок благодаря лягушке, которая находится под правой рукой. Его одновременно получается работать... Первый шаг к баяну. Да, и к органу тоже кельтарные. Считается, кстати говоря, что волынка это прародитель органа. Газина, а вот, извините, если я перебила, а вот как часто надо поддувать, то есть как часто Вы по ходу выступления делаете технику как-то? Это достаточно часто, примерно так же, как мы дышим. Давайте я Вам просто для интересов продемонстрирую. Извините, подпишу для вопроса диапазона. Диапазон волынок, как правило, он не больше одной октавы, то есть 7-8 нот, расположенных диатонически по гамме. Строй же нетемперированным? Строй нетемперированным, но приближенным. То есть, в моем случае, у меня получается он под мажорную гамму. Если кто-то знаком с музыкальными вот такими... В общем-то. Да, то, например, играя с фортепиано, мне приходится мою волонку подстраивать. То есть, я беру скотч, и некоторые отверстия я делаю меньше для того, чтобы они у меня звучали чуть ниже. Но когда я играю одна, в традиционном строе, это как раз мне нужно, я убираю сюда скотч. Простите, Вы сказали скотч? Да, да. Именно скотч, как у цивилизации, ничего пока не придумывали. Именно таким образом подстраивается, уменьшается диаметр отверстия для того, чтобы это к стандарту... Но есть варианты, наоборот, еще более отклоненные, да, оттемперированного цивилизма? Есть такие волынки, которые не доведены еще, скажем так, до совершенства. Как раз, касаемо наших русских инструментов, сейчас не выяснена, не найдена, я считаю, технология изготовления вот этих вот тростей звукообразователей, чтобы они смогли стабильно держать тон. Есть технология изготовления тех самых вот маленьких тростей, от которых все зависит. Камыш собирается, камыш сушится, камыш каким-то образом готовится для того, чтобы он держал форму потом. И все это очень важно. То есть, сколько дней сушить, при какой температуре, как это все выдерживает. Это такие тонкости, технологии, которые мастера друг другу передают. И даже испанские мастера, например, стандартовающие волынки, они друг другу не расскажут секреты, как он делает тростей, какие хитрости использует. А в другом материале он в тросте не будет все? Делают пластиковые, но, к сожалению, он звучит не только. Да, он звучит, это... Давайте, если можно, еще один раз скажу. Музыки. Давайте, да. И продолжим наше переставание. А давайте мы, наверное, так как мы Шотландию затронули, давай мы затронули сейчас шотландскую композицию, то есть не военную тематику, а как раз танцевальную. Вот. Да. Какая? Да. У нас появится металл. Так. Вот. Композиция, которая называется... Угол по распоряжению. Все хорошо, нам как раз очень хорошо, что мы будем сидеть с Димой рядом. Вот сейчас вы как раз оцените всю громкость на луке, потому что Вот находясь на таком расстоянии, мы сейчас в полуметре друг от друга находимся, я буду хорошо слышать гитару. Мы сейчас абсолютно не подключены. С помощью комбиков, вы видите, мы не усиливаем звук. Гитара будет просто рядом со мной. И я не буду себя заглушать своими инструментами. Но отойдя Диму на метр или полтора, ситуация будет в корне другая. Я буду только видеть, как он двигает рукой по струну. А слышать я буду свою волынку, потому что она громкая. И сейчас мы сыграем композицию, которая называется Clancy Love. Неуклюжий, неловкий, влюбленный. Танцевальная композиция шотландская. Она сначала будет в одном размере. Это танец джига 6 восьмых. А потом это перейдет в другой танец. То есть та же композиция. Они традиционно любят менять. То есть потанцевали в одном размере. Раз. И переходят в другой. Чуть быстрее. Разойдите. Танцевальная композиция шотландская. Танцевальная композиция шотландская. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok